Всем большой привет! И в сегодняшнем видео мы переделаем одну картинку, которую мы уже нарисовали, в закат. Это будет еще один урок из серии «Как преобразовывать уже готовые картинки». Итак, давайте приступим. Первое, что надо сделать, это снять обравочную маску с нашей картинки. Давайте снимем маску. Давайте посмотрим наш закат. Здесь я возьму небо, которое мы рисовали для космоса, возьму звезды. И также у меня есть немного другие листья пальмы, но в принципе это не принципиально. Здесь они у меня просто более прямые и более широкие. Все остальное то же самое, что мы с вами рисовали уже. Итак, первое, что надо сделать, давайте посмотрим, какие объекты нам не понадобятся в нашем закате. Я убираю солнце и солнечные лучи. И еще я удалю облака. Давайте пока мы заблокируем сам фон. Удалим облака. Нам пока мы тоже не понадобятся. Все остальные объекты мне пригодятся в моей новой композиции. Я, наверное, вообще удалю какие-либо объекты, оставлю только немного травки. Итак, первое, что давайте сделаем, это поменяем самый-самый нижний слой нашей картинки. Здесь он нам служит небом и началом моря. Теперь нам надо его сделать, чтобы он был темный. Теперь он нам будет служить опять же небом и частью нашего солнца. Давайте сделаем радиальный градиент. И в центре его сделаем примерно вот таким вот желтым. Уменьшим радиус самого центра. И с краю он будет темно-темно-синий. Так, теперь он у нас уходит в зеленый. Сделаем его в ровно-синим. Теперь я подгоняю центр нашего желтого радиуса, чтобы он стал ровно на горизонт. Для этого выбираем инструмент градиент. Я нажимаю shift, чтобы градиент мой шел ровно. То есть я рисую сейчас намек своего солнца. Ну, примерно вот так это будет выглядеть. Далее у меня здесь была линия, которая смягчает линию горизонта. И у нее был эффект осветления. Сейчас мне надо более ярко, поэтому я ставлю осветление основы. Как видите, сразу оно стало более круглое. Подсветился наш самый нижний слой, потому что осветление основы, он взаимодействует именно с самым нижним слоем. Так как у нас на самом нижнем слое был желтый круг, то он у нас подсветился. Итак, это уже что-то, да, это уже похоже неким образом на солнце. Но у нас очень сильно подсветилось море. Давайте берег пока заблокируем. Он нам пока не нужен. Цветокоррекцию пока уберем в сторону. Мы будем делать здесь другую цветокоррекцию. Уберем блики на море. Они нам тоже здесь особо не понадобятся. Уменьшим давление на море. То есть я просто уменьшу градиент. Но чтобы не было видно перехода между морем и закатом. Вот примерно вот таким вот образом. Так, у нас тут есть еще один слой, который отвечает за море. Вот он. Давайте посмотрим, если его вообще отключить, что будет. Да, если его вообще отключить, будет в принципе уже больше похоже. Но давайте, может быть, просто сделаем его темным. Кстати, давайте даже попробуем на воде тоже сделать блик от солнца. Сделаем в центре его более ярким. Определимся, как это будет выглядеть. Ну да, примерно вот так вот. И теперь настроим градиент, чтобы он был не от центра, а примерно сверху, чтобы красное заходило только немного. Ну, вот примерно вот так вот. И давайте поиграем. Может быть, этому цвету будет уместно придать какой-нибудь эффект. И можно убрать немного прозрачности. А вот цвет нашей волны, которую мы также делали. То есть я просто открываю группу, в которой она находится внутри, чтобы не разгруппировать. Вот она, мы ее нашли. Давайте ей тоже попробуем поменять цвета на более приглушенные. Можно, в принципе, вообще удалить ее. То есть здесь я уже просто смотрю, чтобы мне визуально нравилось, как всегда. Возможно, в центре можно тоже придать какой-нибудь такой желтый оттенок. То есть иллюзия того, что Солнце отсвечивает на море. Можно у нее немного убрать прозрачности, чтобы она не была так ярко заметна. Пока мы остановимся на этом этапе. Далее давайте разблокируем наш берег и зайдем в изоляцию. Если помните, то берег у нас состоит из двух частей. Одна часть – это именно сам цвет мы делали меж, а вторая часть мы придавали ему контрастности. У него был эффект умножения. Так, не понял. Вот он, эффект у него был умножения. А сейчас давайте придадим ему общий цвет, то есть верхнему слою серый. Также оставим умножение. Таким образом мы затемняем сам берег. В принципе, так будет достаточно. Выходим из изоляции. Вот берег уже стал достаточно такой серый. Теперь давайте перенесем цветокоррекцию на самый верх. И попробуем, скажем так, затемнить общую композицию, чтобы было похоже на ночь. Давайте придадим какой-нибудь градиент. В принципе, данный эффект нам подходит, и менять его уже не стоит. Уже похоже на ночной какой-то закат. Давайте его заблокируем. Сейчас давайте слегка сделаем ярким больше наше солнце. Для этого воспользуемся осветлением основы. Посмотрим, где это будет уместно поставить. Радиальный градиент. Даем эффект осветления основу. Я его сделала более серым в центре, чтобы не было сильно агрессивно. Дожимаю Alt и уберу в сторону, потому что, возможно, два раза поставим. И давайте его вот так вот растянем. И поставим ровно на нашу линию горизонт. Можно поэкспериментировать с самым нижним слоем, так как от самого нижнего слоя зависит и размер нашего солнца, и, скажем так, яркость, общая яркость нашей картинки. Продолжение следует... Вот примерно вот такая вот иллюзия. Давайте, возможно, поднимем повыше. То есть сейчас я хочу создать иллюзию отражения на воде. Посмотрим, как лучше это реализовать. Заблокируем слои, которые мне мешают пока нести. Сейчас у нас видно некий пробел, который образовался из-за других слоев. И сейчас мы подгоним под линию нашего горизонта. Давайте растянем текстуру нашего моря и уберем немного прозрачности. Ну, в половину. Таким образом. Давайте заблокируем. И вот этот слой, который придает нам текстуру моря, мы его подгоним под горизонт. В принципе, мне кажется, без него будет даже лучше, поэтому я его, в принципе, вообще удалю. Далее у меня тут виднеется немного волны. Давайте ее вообще, в принципе, удалим. Берег поставим обратно. Вот примерно вот так вот получается наш закат. Давайте сверху визуально придадим какие-нибудь интересные эффекты. Давайте так, как мы делали бизнес фон, воспользуемся прямоугольниками. Сделаем их все разного размера. Уменьшим у них прозрачность, чтобы их было все видно. И придадим такую некую абстрактность нашему фону. Я зажимаю Alt и просто их копирую и накладываю немного друг на друга. В принципе, здесь можно открыть бизнес фон, который мы делали. Да, и воспользоваться уже готовыми линиями. Ну, а я сделаю еще раз. Еще, кстати, можно у них разную придавать прозрачность. Мне кажется, это тоже сделает наш фон более интересным. В принципе, я на таком пока мисс количестве остановлюсь. Посмотрим, какой он лучше придать эффект. Я дам эффект перекрытия. Напомню, перекрытие там, где светлое, оно высветляет. Там, где темное, оно затемняет. Давайте повернем радиус нашего градиента. Ну, примерно вот так вот. Также можно... Давайте сначала посмотрим, как будет так выглядеть. Повернем немножко на бок. Сгруппируем эти линии. И наложим их на нашу композицию. Сейчас я их подтяну по размеру. И сейчас можно поэкспериментировать с цветами. Я уберу немного серый, потому что так слишком ярко смотрелось. То есть, уже какой-то такой эффект, как будто мы через какое-то стекло смотрим. Можно поэкспериментировать с цветами. С эффектами, точнее. И теперь одноразово попереворачивать и повидоизменять какие-либо эффекты. Также можно сузить, убрать общую прозрачность у группы. То есть, мы внутри группы накладывали эффекты. А у общей группы никакого эффекта нет. Все эффекты именно внутри. Зажмем Alt и скопируем еще раз. То есть, это мы просто придаем какой-то более интересный вид нашей картинке. И у другой группы можно поменять, например, эффект. Давайте изолируем. Возьмем волшебное выделение. Выделим. Затемнение основы. То есть, там сейчас, где темное, оно затемнилось. Поэтому я немного уберу серого, чтобы оно было более светлое. Выходим из изоляции. Давайте попробуем попереворачивать. Давайте все разгруппируем и уберем немного прозрачности. Я оставлю примерно вот так вот. Все сгруппируем. То есть, это уже по желанию, скажем так, просто экспериментировать всегда бывает полезно. Бывайте, находите что-нибудь новое и интересное. Сейчас давайте создадим звезды. Или перенесем их с нашего космоса. Ну, я сделаю по новой. Давайте создадим привычный уже нам эллипс. Нам сейчас надо будет создать либо кисть, либо символ. Давайте создадим кисть. Давайте выберем дискретная кисть. Поставим масштаб размера, чтобы он ставил разный. Поменяем интервал и разброс. Представим, пока есть примерные настройки. Выбираем карандаш и просто рисуем зигзаг. И выбираем нашу кисть. Заходим два раза в нашу кисть. И теперь с ней можно работать. Уменьшим размер. Поставим превью просмотр обязательно. Вот такой примерно размер. Вот такой примерно разброс. Давайте применить. И нажимаем разобрать. Выделяем поближе. Берем волшебное выделение. И если вы щелкните по квадрату, то выделится все, у чего нету заливки и границы. И нажимаем delete. Это мы уже делали. Посмотрите о космосе и видео вопрос-ответ, если у вас не получается данная техника. Далее можно либо зайти в изоляцию, либо разгруппировать. Когда мы заходим в изоляцию, то сейчас мы можем работать отдельно с каждым объектом. Именно внутри группы мы придаем им эффект осветления основы и градиент. У градиента необходимо, чтобы по краям он был полностью черный по RGB. И даем ему радиальный эффект. Радиальный эффект белый в центре, черный по краям. И эффект осветления основы. Все, этого достаточно. Выходим из изоляции. И теперь мы можем их как-то редактировать. Давайте, во-первых, уменьшим радиус светлого. И можно, в принципе, зажав shift, вообще уменьшить данный наш квадрат. Давайте его повернем. Примерно таким вот образом уже похоже на звезды. Также вы сюда можете перенести меж, который у нас, скажем так, создавал некую глубину, иллюзию неба. Я этого делать не буду. Но я думаю, в принципе, принцип понятен, как мы это делали. Также мы можем затемнить края, затемнить листья наших пальм. Я взяла волшебное выделение. И теперь там, где светло-зеленый, я поменяю на более такой темно-зеленый. Чтобы общая композиция моих веток тоже совпадала с моей картинкой. Вы видите, мои зеленые ветки стали совсем-совсем темные. Может быть, так темно и не надо. Но вот так уже будет вполне себе достаточно. И сверху на нашу картинку, на самый-самый верх, добавим еще один слой цветокоррекции. Сделаем из него меж. Давайте квадратикам придадим разный цвет. Примерно вот таким вот образом. И давайте поэкспериментируем с наложением цветокоррекции. Данный слой будет просто придавать каких-то дополнительных световых бликов, отсвечивания на наш слой. Так, у нас, как видите, звезды тоже покрасились в верхний самый слой. Нам это не совсем надо. Давайте перенесем их ниже. Снова их изолируем. Ctrl-A я все выделю и поменяем на осветление. Осветления у нас не будут взаимодействовать с самым нижним слоем. Они у нас будут просто белые. Выходим из изоляции. Выделим их. Давайте настроим. Теперь они стали совсем тусклые. Нажмем Ctrl-C, Ctrl-F. То есть, скопируем эту группу еще раз. И вот у верхней группы... Изолируем ее. У верхней группы мы дадим эффект осветления основы. То есть, нижняя группа у нас будет просто осветление, а верхняя группа будет именно осветление основы. Вот такие яркие они у нас стали. Нижнюю группу можно сделать полупрозрачной. Тогда эффект будет не такой яркий. Вот такие звезды уже вполне себе нам нравятся. Мне нравятся. И две эти группы я объединю в одну общую группу. В принципе, такие звезды меня уже устраивают. Я сюда все-таки перенесу тот слой, который мы делали с космоса. Кстати, картинку я сохранила как предварительный свой результат. Чтобы, если что, вдруг я потеряю, чтобы сама картинка у меня не пропала. Вот он был мой космос. Давайте снимем обравочную маску. И мне необходим вот этот вот слой. Тут у нас, по-моему, было даже два слоя. Я возьму, в принципе, только один слой, который давал у нас глубину и некую текстуру, такую пористую. Именно она-то мне и нужна. Вот так вот он выглядел у меня. Лишние объекты удалим. У данного слоя у меня сейчас стоит эффект осветления основы. Пока я его таковым и оставлю. Давайте немножечко его увеличим. И мне его надо поставить на небо, то есть на мой горизонт. Я его переношу на самый низ и на один наверх. Чтобы он на один выше был моего самого нижнего слоя. Так, давайте мы поменяем эффект, допустим, на перекрытие. Ставим его, давайте, 100% прозрачности. Вот так уже, в принципе, похоже еще больше на закат. Что еще можно сделать? Можно снова взять Ctrl-C, Ctrl-F, текстуру нашего неба и поставить ее на самый верх нашей картинки. То есть она уже будет создавать не небо, а просто у общей композиции будет придавать какие-то блики световые. Эффект, напомню, стоит осветление основы, поэтому он будет немного осветлять. Именно высветлять нашу картинку. Тоже порой это позволяет добиться какого-то такого интересного эффекта для абстрактного фона. В принципе, я уже вот так остановлюсь. Давайте сделаем обравочную маску на самый верх и посмотрим, что у нас получилось. Проконтролируйте, чтобы у вас самый нижний слой был тоже ровно 100 на 100 и стоял ровно по центру. Все разблокировываем. Ctrl-A я все выделяю. Нажимаем Ctrl-7. Вот такая вот картинка у нас получается. Это абстрактный закат. В принципе, очень похоже с тем, что у меня получилось в первый раз. Но здесь закат получился немного другой, благодаря тому, что тут немного другие цвета. Вы можете экспериментировать и посмотреть, как получится у вас. Нарисовать свою какую-то композицию. А как вы видите, достаточно легко в одной и той же картинке поменять эффекты, поменять цвета. И получить совершенно другой эффект, совершенно другую тему в той же самой картинке. На сегодня мы закончили с закатом. Всем спасибо за просмотр. Тренируйтесь, пробуйте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok